Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. И время поговорить о том, что происходит на финансовых рынках. Тем более, что, как показывает информация, что-то там происходит. Тема сегодняшнего эфира, тем не менее, как всегда, достаточно локальная. Мы поговорим о российской экономике, есть ли вероятность рецессии в этом году. Ну и, естественно, помимо всего прочего, не обойдем вниманием и все, что происходит за пределами России. В частности, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в Китае. Ну, все как всегда. Итак, уважаемые слушатели, я представляю моих гостей. Сегодня в студии «Сухого остатка» Вероника Чейкина, аналитик фондового центра «Инфина». Добрый день, Вероника. Здравствуйте. И в студии Максим Орешкин, главный экономист по России «ВТБ Капитал». Добрый день, Максим. Добрый. Уважаемые слушатели, присоединяйтесь к нашей беседе. Телефон в студии 6510996, код Москвы 495, сайт компании финам.фм. Все это вы можете использовать для того, чтобы позвонить, написать, задать свои вопросы, прокомментировать текущую обстановку. Ну и по поводу обстановки. Начнем наш эфир традиционно с картины маслом. Итак, 15.06 в Москве. Что же происходит сейчас на финансовых рынках? Вчерашнее закрытие американцев было относительно позитивным. По 0,2% прибавили Dow Jones и S&P 500 и чуть больше 0,3% индекс NASDAQ. Азиатская сессия сегодня разнонаправлена. Закрылась Nikkei плюс процент с лишним и чуть больше процента потерял китайский индикатор Shanghai Composite. Европа сегодня позитивно. В лице FTSE 100 как минимум 0,3% сейчас он прибавляет. Ну а наши индикаторы некоторое время назад резко развернулись. И сейчас RTS в минусе на 1,3%, 1374 МВБ примерно так же на 1,2%, 1415 текущая котировка. Рубль, тем не менее, относительно устойчив. Где-то примерно на вчерашних уровнях в районе 32-40 он торгуется. И смотрим на сырье и на Forex. Нефть и Brent и LightSuite достаточно стабильна. 108 за бочку Brent, 106 за бочку LightSuite дают на рынке. Золото также относительно стабильна. 1280 долларов за унцию и евро-доллар 1,31. Набор голубых фишек сейчас, по крайней мере уже к этому времени, в основном негативно торгуется в красном цвете. Среди лидеров падения Аэрофлот 2,5%, банковский сектор ВТБ почти 3%, Сбербанк 2,5% в минусе. Норникель теряет 2%, процент МТС 1,5% Роснефть. Газпром тоже, к сожалению, сопротивлялся, но тоже сейчас входит в отрицательную территорию. Почти процент в минусе. Лучший рынок АвтоВАЗ процент прибавляет и Ростелеком 2,0%. Ну что ж, давайте с этого начнем, хотя, может быть, не совсем логично было бы, но поскольку это событие самое оперативное. Вероника, что происходит? Почему мы так резко вдруг развернулись? Ну, разворот произошел действительно резко, и даже вот известно точное время, когда он произошел. В 12 часов 20 минут по Москве рынок нарисовал черную свечу резко вниз. Это произошло после вынесения в Кирове приговора Навальному и Офицерову. То есть они получили реальные сроки, 5 лет и 4 года, штраф 1 миллион рублей, и были взяты под стражу в здании суда. Соответственно, рынки отреагировали на это снижением, и вот падение идет по широкому фронту акций. Помимо того, что, в принципе, несколько неожиданным стал именно такой суровый приговор. А неожиданным для кого? Ну, все-таки ожидалось, что будет дан условный срок. Я представляю просто сейчас инвесторов, участников рынка, они сидят, пристально смотрят, что там будет в Кирове с Навальным, и держат руку на гашетке. И в результате вот там что-то произошло, и они нажимают на ссылку. Какая связь-то, я не понимаю. Ну как? В общем-то, на самом деле, это пересмотр рисков, очередные политические риски. И показывает то, что в России действительно суды, они очень зависимые, особенно учитывая, что вот тоже сегодня практически одновременно с приговором Навальному вышло решение московского суда, я не помню, какого, по-моему, кажется, да, о том, что чиновник префектуры, который нанес ущерб на 376 миллионов рублей, получил пять лет условно. Вот, то есть, сравнивая вот такие разные такие занимательные наши правосудия, инвесторы, естественно, пересматривают свои риски и предпочитают выводить деньги с рынка. Особенно учитывая, что теперь возможен всплеск протестных настроений, тоже, конечно, негативно отразится на нашем рынке. Ну, то есть, речь идет о неком, я бы сказал, информационном поле, да, который сейчас оказывает влияние на действия инвесторов. Да, да, это именно так как раз вещь, когда вот именно политика, она вмешивается напрямую в экономику. Да, к сожалению. Ну, и последнее, если позволите, Вероника, ваше мнение. Насколько долго может реакция такая негативная? Тем более, я вспомню, да, уважаемые слушатели, мы это обсуждаем уже практически неделю. Рынок Российской Федерации неплохо себя чувствует. Пять торговых сессий подряд вырос прилично. Уже начали поговаривать о возможности, ну, если уж не разворота, то достаточно более глубокого движения вверх, да. Не дали, как вчера, за «Газпром» все сидели, радовались, аплодировали ему. После 108 уже, 130 вот сейчас. И вдруг вот так вот, да, не срослось, что называется. Как долго продлиться? Или все-таки это, поскольку реакция спекулятивная, но сегодня выдохнем, а завтра опять начнем расти? Ну, я думаю, что в достаточной степени, конечно, это спонтанная такая спекулятивная реакция. Ну, еще, конечно, могут повлиять действительно вот сегодняшние возможные негативные действия властей против протестующих, которые собираются выйти на Манежную площадь. Вот, но в принципе, конечно, в определенном смысле уже были заложены негативные сценарии в котировках. Ну, еще надо, конечно, помнить о том, что наступает август, да, это сезон пусков, рынок узкий, в общем-то, и поэтому, ну, какие-то резкие движения, они, конечно, возможны, но вот уже так вот глобально, такого обвала, я не думаю, что случится. Что, надо добавить, что наступает август, а август, как, да, очень часто, да, Максим, именно такой негативный месяц в российской истории за последние десятилетия. Ну, будем надеяться, что... Будем надеяться, да, будем надеяться, и будем надеяться опять-таки еще раз спасибо огромное, Вероника, за комментарий. Будем надеяться, да, что все происходит сегодня, это действительно спекулятивная реакция, некая, я бы даже сказал, эмоциональная реакция, да, на события, которые, по большому счету, все-таки, достаточно далеки от финансовых. Итак, вернемся к разговору непосредственно о текущей ситуации, и, Максим, к вам вопрос у меня по поводу событий за рубежом, ну, поскольку они в информационном поле все-таки на первом месте всегда стоят у нас. Итак, вчерашнее выступление господина Бернанки перед Конгрессом, сегодня он, кстати, да, будет выступать перед Сенатом, но я думаю, что разница... Ну, повторение будет. Конечно, тем более... Ну, основная речь будет та же самая полностью, дословно. Да, более того, да, вчера до выступления уже в средствах массовой информации, собственно, распечатка этой речи была. Ай, ну, это традиционная практика, на самом деле. Любое выступление главы ФРС в момент его начала выступления или даже раньше появляется на сайте ФРС в полном объеме. Я представлю только, да, господину Бернанке сложно будет сказать что-то новое, в отличие от вчерашнего. Может быть, он интонационно как-то поиграет. Там всегда есть часть вопросов и ответов, да, и она всегда импровизационная. Она импровизационная, и, собственно, июта... Поэтому там же может быть какой-то сюрприз, но, конечно, вероятность низка сегодня. Очень низкая, да. Июта, рынок, как правило, больше всего ждет. Ну, так вот, давайте к этому вернемся. Итак, вчерашний выступление главы господина Бернанки в спектре наших с вами, да, многодневных, многонедельных, многомесячных уже чаяний, да, вокруг возможности сворачивания программы Куи-3. Вообще, что он в результате каким-то образом объяснился? Ну, на самом деле, вчера ему удалось добиться окончательной стабилизации ожиданий. Стабилизации ожиданий. Ну, как раз все движение, например, по тем же казначейским облигациям с 1,6 до 2,5 процентов, практически 100 байсных пунктов, это было изменение ожиданий участников рынка. В этот год все вошли, опасаясь фискального обрыва, опасаясь повышения налогов, и все ждали плохих макроэкономических данных. Макроэкономические данные оказались лучше, чем представляли себе большинство участников рынка. И макроэкономические данные оказались настолько лучше, что это заставило Федеральный резерв тоже пересмотреть свою точку зрения на ситуацию. И вот последний месяц, по сути, Федеральный резерв занимался тем, что пытался донести свою точку зрения в мелких подробностях до рынка. И рынок сначала отреагировал, как всегда это бывает, агрессивно. Доходности трежерис поднимались практически до 2,75. Сейчас они стабилизируются на 2,5%. И мои базовые ожидания, что до конца лета мы будем находиться примерно около этих уровней. И тут важно будет смотреть, как американская экономика будет реагировать на вот эти данные. Будет динамика хорошая. Я понял. Спасибо огромное. Заговорились мы немножко. Сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина. И Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ Капитал. Мы обсуждаем текущую ситуацию в мировой экономике. И поговорим чуть более детально о экономике российской. О возможности или опасности рецессии в этом году. Но, тем не менее, вернемся к обсуждаемым нашим вопросам. Выступление с вами на Бернанке. Максим, пожалуйста. Ну да, я закончу свою фразу. Лето – это будет тот период, когда и рынок, и члены Комитета по открытым рынкам Федерального резерва будет изучать, как американская экономика реагирует на новый уровень ставок. И, на самом деле, второй момент очень важный для американской экономики – это подросшие цены на нефть, подросшие цены на бензин. По сути, сейчас по американскому потребителю нанесен такой двойной удар в виде более высоких ставок по ипотеке и более высоких цен на бензин. И в зависимости от того, насколько потребитель справится с этим ударом, и зависит, как себя будет в дальнейшем вести Федеральная резервная система. Если мы увидим продолжение экономического роста тем же темпом, как это было, хотя бы тем же темпом, как это было в первом полугодии, тогда, я думаю, осенью нас ждет еще одна волна переоценки казначейских бумаг, и мы пойдем ближе к уровню в 3%. Второй вариант, которым я являюсь сторонником, что мы все-таки увидим ослабление динамики американской экономики, и Федеральный резерв сделает шаг назад, и в сентябре мы не увидим сокращение программ количественного смягчения. Это, скорее всего, будет сделано на декабрьском или даже уже мартовском заседании. Я понял. Ну, и вот, если вернуться к фразе, которую вы произнесли, фразы о том, что ожидания стабилизировались, вот эта стабильность, она о чем сейчас говорит, да, то есть, ну, условно говоря, ожидали сворачивания QE3 одни или там однажды, потом ожидали продолжения QE3, а сейчас-то что мы ожидали? Ожидания и сворачивания остались, но что Бен Бернанке старался сделать, он старался разделить ожидания относительно программ количественного смягчения и ожидания относительно движения базовых процентных ставок. Он пытался донести, и это ему удалось, идея о том, что даже после сворачивания процесса выкупа облигаций базовые процентные ставки будут находиться на нулевом уровне. И это не оправдывает тот резкий, совсем резкий рост, особенно, например, который был там в пятилетних бумагах. Если ставки будут оставаться нулевыми еще 2-3 года, это означает, что там даже полтора процента по пятилетним бумагам, это не совсем оправданно. Это было донесено до участников рынка, и рынок успокоился, и сейчас, я думаю, мы будем жить в довольно узком диапазоне по трежерис. Успокаиваться будут и кредитные рынки, соответственно, и кредитные спреды, которые довольно существенно расширились на этой распродаже, и локальные рынки государственного долга, которые пострадали, все это будет успокаиваться. Понятно, что вряд ли мы увидим и на кредитных рынках, и на локальных рынках гособлигаций, мы увидим те уровни, которые мы видели к концу первого квартала. Понятно, что большинство рынков были перекуплены, но определенная стабильность здесь будет наблюдаться. Я думаю, ожидать рисков со стороны США для мировых рынков в ближайшие месяцы уже не приходится. Есть другие регионы мира, где могут быть сюрпризов. Мы о них чуть позже поговорим. Вероник, возвращаясь к выступлению государственной Бернанки, Максим по поводу стабилизации ожиданий достаточно подробно все рассказал. Я вернусь, тем не менее, к буквально двум реакциям, последним двум реакциям. Это июньское заседание 19-го, когда выступал непосредственно глава Федрезерва и как-то, может быть, ненароком обронил фразу по поводу того, что будем сворачивать уже, пора. И вот она реакция рынка и рост доходности по трижерям. Я думаю, кстати, специально обронил. Может быть. Вот, кстати, я хотел бы сейчас об этой интриге немножко говорить. А потом, после публикации протоколов, которые ничего нового-то не добавили, он уже и после закрытия, что забавно, американского рынка вдруг начинает оправдываться. Так вот, его более мягкая, да, голубиная вторая вот эта вот его речь, может быть, она как раз носила задачу-то сбить немножко доходности, да? Ну, нельзя исключить, конечно, что это, потому что вряд ли Бенбернанке просто так что-то говорит, так что-то вдруг пришло в голову, скажу-ка я, пожалуй, это. А, кстати, специально, Максим, извини, Вероника, извините, а специально в чем могла бы задумка эта специально? Прощупать, как рынки реагируют на... Тут, я думаю, даже скорее отношение не к рынкам, да? Ну, хотя, я думаю, и там чрезмерный оптимизм различных рынков, в том числе и долговых, он, я думаю, начинал волновать федеральную резервную систему. Есть и рынок недвижимости в США, который сейчас показывает очень быстрый темп рост. Уже, там, города Калифорнии, там, Сан-Франциско, рост больше 20% цен на недвижимость год в год. Понятно, что рост долгосрочных ставок — это, де-факто, ужесточение монетарной политики. Да, и своими комментариями Берданки начал двигаться в сторону ужесточения. Да, и ставки, поднявшиеся от 1,6 до 2,5, как я и сказал, они бьют по потребителям и по экономике в целом. Но, я думаю, ужесточение 2,75 и 3 — это то, что Федеральный резерв сейчас считает очень сильным. И так как исторических данных не существует, и понять, насколько экономика сильно отреагирует в текущей ситуации, которая уникальна, да, с точки зрения экономической истории, отреагирует на рост долгосрочных ставок, невозможно. Я думаю, решили сделать первую остановку на уровне 2,5 и посмотреть, как экономика будет реагировать. То есть это некая была вербальная интервенция, да, увидели реакцию и говорят, ребята, всё-всё-всё, спокойно. Ну, в определенном смысле, да, во-первых, тестирует реакцию рынка, ну и, во-вторых, может быть, какие-то некие посылы он даёт своему предшественнику. Пока непонятно, на самом деле, кто... Не предшественник, а последователь. Извините, да, последователь, да. Пока не очень понятно, кто займёт место Бернанке. Да, насколько мне известно, там две кандидатуры сейчас рассматриваются. Ларри Саммерс и Джанет Йеллен. Вот было бы интересно, если бы была Джанет Йеллен, продолжить тенденции. По крайней мере, она как бы и позицию-то его всё время... По сути, да, у неё такая как раз глубинная позиция. Да, да, да. Ну, это вот, это на будущее такая интересная тема. То есть много интересных историй сейчас, да, в Федрезерве, свидетелем которых мы являемся, ну и, может быть, даже в какой-то степени и ненароком, но другой стороны. Я думаю, потом не одну книжку ещё по этому поводу. Совершенно верно, совершенно верно, да. Как предыдущая голова, по крайней мере, да, у неё таких оснований было предостаточно. Думаю, здесь будет писать каждый из членов комитета. Комитета, ну, действительно, они жили в такое интересное время, да, это само по себе будет любопытно, да. Потомкам прочитать, потому что, да, всё на ощупь, ведь по сути сейчас всё на ощупь. Так, хорошо, хорошо, ладно. Значит, подведём под итог такой, да, что, в принципе, более-менее политика Федрезерва прояснилась, да, вот в результате последних событий. И, наверное, в ближайшее время, вот вплоть до сентябрьского, да, уже, наверное, Максим, заседания. Ну, я думаю, ключевыми будут макроэкономические данные, которые мы будем получать в начале сентября. Это данные о состоянии рынка труда за август, да, соответственно, август — это тот месяц, когда уже всё это влияние высоких процентных ставок, оно уже будет видно. Будет видно, да. Данные по рынку недвижимости — тоже ключевые данные, насколько останавливаются продажи, насколько уменьшается объём выданных ипотек и так далее. — Кстати, я вспоминаю, мы заговорили об августе, но в призме российской действительности я вспоминаю, ну, несколько августов предыдущих, и с точки зрения Америки, один из них, по-моему, 2011 года был разворотом после того, как неожиданно, по-моему, пересмотренный ВВП за второй квартал вышел гораздо хуже предварительного. В августе, по-моему, да, ежегодное выступление перед Конгрессом Бернанки тоже. — Там, если я не ошибаюсь, была третийная конференция в Джексон-Холле, которая проводится, и это был десятый год. — Десятый. — И вот, да. — И объявление второй части количественного смягчения. — Совершенно верно. То есть я к тому, что август тоже, может быть, месяцем сюрпризов. — Но очень редко сюрпризы только, я думаю, в январе бывают. — Да, да, по известным причинам. Так, хорошо. Ну что ж, давайте тогда мы с вами сосредоточимся теперь на российской действительности, поговорим о российской экономике и, значит, следующие вектора, наверное, да. Политика Банка России в силу последних событий, вступлений уже непосредственно, да, и фактическое, да, заседание июньское под предводительством уже нового главы. И некие решения, ну, прежде всего, вот, мне хотелось бы комментарии ваши услышать о том, что ЦБ решил предоставлять кредиты под нерыночные активы, да, или там, кредиты обеспечения нерыночными активами. Вот об этом хотелось бы услышать в комментарии. Ну и в принципе, да, как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в российской экономике, опять с точки зрения вероятности рецессии. Максим? Ну, что касается Центрального банка, то то решение, которое было применено, это стало самым сильным решением в текущем цикле смягчения монетарной политики. Все началось, смягчение началось еще в апреле, когда еще Сергей Михайлович Игнатьев возглавлял Центральный банк, и началось со снижения как раз среднесрочных ставок, шло оно плавно, и как раз тот ход, который уже сделал Совет директоров под руководством Эльвира Сахипзадовны, он, конечно, оказался самым сильным. По сути, 12-месячное фондирование до заседания предоставлялось по ставке 7,5%. Первый аукцион, который пройдет по новому инструменту, который пройдет 29 июля, на котором может быть предоставлено 500 миллиардов рублей, ставка здесь может минимально достигнуть 5,75%. То есть это снижение до 175 байсных фондов. По сути, пробует, пытается Центральный банк решить две проблемы. Проблема нехватки обеспечения российской банковской системы по стандартным механизмам РИПО и проблему переноса краткосрочных ставок на ставки для экономики. Явление, на самом деле, и на процентные кривые, и даже на то, что коснется и домохозяйства, и компаний, будет очень сильное. Например, по депозитным и кредитным ставкам мы ожидаем снижение до 100 байсных пунктов. То есть депозитные ставки для населения, которые уже пошли вниз в последние месяцы, они движение вниз довольно серьезно ускорят. При этом шаг это не последний. Сегодня было выступление Ксении Юдаевой в Блумберге интервью, в котором она отметила, что, по ее мнению, политика еще жесткая от Центрального банка, и что вслед за падающей инфляцией, если не снижать ставки, то, что монетарная политика будет ужесточаться. Из-за того, что реальные процентные ставки будут расти. С учетом тех отчетов, которые мы имеем по итогам июня, той динамики по инфляции, которая у нас сейчас понедельно, мы видим, что на одну десятую годовые показатели каждую неделю снижаются, все это открывает, конечно, возможность для дальнейшего снижения ставок. И я думаю, сейчас вопрос стоит, сколько будет снижений базовых ставок. Сколько? Количество имеется в виду? Да, я колеблюсь, и базисных пунктов, я колеблюсь между 50 и 75. Консенсус сейчас ближе к 25-50 находится. Тут уже вопрос, не будет, не будет, а когда и сколько. Как это повлияет на экономику? Конечно, это повлияет позитивно, но эффект от монетарного стимулирования мы ощутим только к концу года, к концу четвертого квартала. Но в третьем квартале ожидать рецессии, несмотря на то, что июньские данные очень плохие, инвестиции сократились больше, чем на 3%. Безработица, на самом деле, вот начала расти, и вот тот тренд, который был в последние пару месяцев, легкое поднятие безработицы, по июньским показателям, он очень серьезный, очищенный от сезонности показатель. То есть этот тренд набирает силу. Тоже негативный фактор для экономики. Но третий квартал, у нас технически не может быть рецессии, потому что в этом году урожай сельского хозяйства будет гораздо сильнее, чем в прошлом году. — Ну, с другой стороны, мы можем рецессию-то просто в цифрах увидеть, да? Может быть, она фактически не подтвердится, а увидеть. — Нет, но снижения ВВП квартал к кварталу не будет. Одного сельского хозяйства в третьем квартале, там, если не ошибаюсь, порядка 8% ВВП России за третий квартал, это сельское хозяйство. И результат там ожидается очень хороший. — Я понял. Вероник, ваше мнение тогда уже после новостей. Сейчас, как всегда, мы в перерыве нашего эфира. Послушаем с вами новости на Финам.ФМ, но потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Мы обсуждаем сегодня тему российской экономики и вероятность ее увидеть в рецессии к третьему кварталу текущего года. В студии сухого остатка сегодня Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина, и Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ «Капитал». Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Ну что ж, продолжим обсуждение. Итак, Вероника, ваше мнение по тому же самому вопросу. Политика Центрального банка, последние события. Да, я согласна с Максимом, что действительно в третьем квартале рецессии не ожидается, поскольку действительно высокий хороший урожай. Он должен поддержать показатели. Ну, плюс, естественно, нельзя забывать, что цены на нефть тоже находятся на очень таком привлекательном уровне. Однако, в принципе, много достаточно таких серьезных уже звучат звоночков, которые свидетельствуют о том, что если все-таки не будут предприниматься какие-то более кардинальные меры для стимулирования экономического роста, то вот эта стагнация, которая у нас сейчас наблюдается, по сути, она есть стагнация, да, она все-таки будет переходить в рецессию. Вот действия Центрального банка, последние заседания, которые были предприняты меры, о которых Максим подробно рассказал, это, да, действительно, это хорошо, что началось смягчение монетарной политики. Но главное, чтобы на самом деле вот все эти замечательные инновации и предоставление вот таким образом ликвидности длинной банковскому сектору под достаточно привлекательные процентные ставки. А главное, чтобы эти деньги действительно направлялись в реальный сектор экономики, то есть чтобы кредитовались компании, чтобы кредитовался малосредний бизнес, агропромышленный комплекс, и чтобы все эти деньги, они, по сути, не ушли опять на надувание пузырей на потребительском рынке. Это очевидно, да. Ну, наверняка задача-то, да, если мы люди реальные, задача-то именно такая стоит. А возможно ли это каким-то образом проконтролировать? Ну, Центральный банк уже в этом году несколько мер на ограничение роста темпов розничного кредитования ввел. Он своими некоторыми положениями ограничивает, по сути, прибыльность для банков этих операций. На самом деле тут важно понимать, что удешевление фондирования, оно как раз в первую очередь помогает корпоративным кредитам. Потому что нужно понимать, что там корпоративные кредиты, если говорить про большие компании и не очень большие компании, они там начинаются от 7-8% и уходят слегка за 10%. Ну, понятно, что малый и средний бизнес, там ставки, конечно же, повыше. Повыше, да. Вот, но по розничным кредитам ставки еще выше. И снижение тех или иных ставок, например, на 1%, оно гораздо важнее для корпоративных заемщиков, для которых это в процентном соотношении снижение будет более сильным, чем для потребительских кредитов. Например, по какой-нибудь кредитной карточке, 50% годовых или 49% годовых, это неощутимо. А для компании 10% или 9% это уже разница ощутима. Поэтому, по моему мнению, в первую очередь помощь, она идет как раз в направлении корпоративного кредитования. Это именно то, что Центральный банк хочет сейчас сделать. И, Вероника, возвращаясь к вашей фразе, кардинальные меры. Вы говорите, хотелось бы все-таки кардинальные меры. Как выглядят кардинальные меры? На самом деле, конечно, главное, на мой взгляд, все-таки это улучшение инвестиционного климата. Для улучшения инвестиционного климата. Нам надо, конечно, прежде всего... Много раз об этом говорилось, это может банально уже прозвучит. Но, к сожалению, вода камень точит. Наша задача, видимо, говорить. Надо, конечно, бороться с коррупцией. Надо улучшать имидж России в глазах мирового сообщества. Надо делать более прозрачными для бизнеса всякие судебные решения, постановления и так далее. Надо хотя бы перед тем, как вернуть иностранных инвесторов в Россию, надо для начала предотвратить бегство российских инвесторов. Но, к сожалению, что делается в этом плане, я пока не могу сказать. Ну, вот примеры привести никакого не могу свежего. Примеры тут положительные, конечно, есть. Есть и ведется работа, например, правительством и по достижению поставленной цели по позиции России в рейтинге doing business. Да, вот по моим оценкам, если мы в том году были на 112-м месте, в этом мы будем где-то около 90-го. То есть прогресс там в определенных сверхах наблюдается. Ну, конечно, чтобы отметить, что прогресс есть, но он идет не так быстро, как этого хотелось. Есть прогресс, например, в регулировании финансовых рынков. Мы увидели доступ к евроклир на рынок государственных облигаций в начале года. Рано или поздно мы, скорее, рано, чем поздно, мы увидим доступ к корпоративным бумагам, к акциям. Мы увидим, что делается для развития пенсионной системы. И с точки зрения того, куда могут инвестировать деньги пенсионные компании. Мы видим работу в направлении инфраструктурных облигаций и возможных инвестиций в инфраструктурные облигации. Но, то есть положительные движения есть, но хотелось бы, чтобы это все происходило быстрее, конечно. Вообще реально, что это вот... Ну, понятно, мы же говорим о глобальных, да, по сути, о глобальных событиях, да, о глобальных идеях каких-то. И в моменте наверняка очень сложно сразу эту глыбу сдвинуть так, что вот сегодня одна действительность, завтра иная действительность. Ну да, конечно. Это действительно так, и процесс нельзя сразу запустить очень быстро. Но нужно понимать, что по большому счету у России, если смотреть на среднесрочную перспективу, другого выбора просто нет. Почему такой слабый рост инвестиций, да? Одна из причин, и главная причина, на самом деле, это вот изменение цикла динамики сырьевых товаров на мировой рынке. Стабильные цены на нефть, они приводят к тому, что, например, у бюджета доходы не растут. Не растут доходы, так как Россия придерживается крайне аккуратной фискальной политики, у нас сразу же не растут расходы. А государство, федеральный бюджет, это четверть, практически четверть всех расходов российской экономики. Если они не растут, то и влияние на экономику очень сильное. И в первую очередь, конечно, на инвестиции. Второй момент. Компании сырьевого сектора, например, металлурги. Сейчас, вслед за падением, которое продолжалось все последние месяцы, цен на промышленные металлы и образованием на мировом рынке избытка мощностей, например, российским металлургическим компаниям по большому счету инвестировать в создание новых производственных мощностей в большом объеме просто нет интереса. Не будет того экспортного спроса на их продукцию. А это немалая часть российской экономики. И замедление их инвестиционной активности, оно очень сильно ощущается. Ну, и уж поскольку мы сейчас заговорили о металлургах и о сырьевом секторе, и какое-то время назад звучало, да, у Максима, по крайней мере, такая фраза, что Америка, ну, мы обсудили все, что происходит там, и, скорее всего, риски-то, ближайшие риски, да, они не оттуда будут исходить. И вот, если позволите, давайте мы тогда об этих рисках поговорим. Я так понимаю, самое время сейчас о Китае, да, пару слов сказать, учитывая, что мы вспомнили наших, и в том числе и наших металлургах, цены на сырье, на промышленные металлы. Я единственное, что добавлю, по крайней мере, сегодняшнюю сводку с полей я где-то читал, и мысль такая, что все-таки стабилизировались некие, да, и стабилизировалось снижение китайской, ну, или ожидание снижения китайской экономики, и, может быть, даже, да, цены, в данном случае, на промышленные металлы тоже могут пойти вверх, да, то есть какой-то отскок, вероятно, как вы считаете? Ну, да, на мой взгляд, пока еще вот страхи по поводу китайской экономики несколько преувеличены, поскольку охлаждение, оно сейчас идет, так сказать, в декларированных рамках новой политики, собственно, новой власти, они собирались несколько охладить темпы роста китайской экономики, 7,5 ВВП, это как раз вот вписывается пока вот совершенно в их планы, вот, но, естественно, внимательно все будут очень следить за статистикой выходящей, и, действительно, если данные будут продолжать ухудшаться, то, естественно, это очень серьезно будет влиять на настроение вообще инвесторов, и, в общем-то, на состояние мировой экономики и российской экономики, естественно, тоже, вот. Вот, поэтому, конечно, вот тема Китая, особенно сейчас, когда, действительно, риски, вот, США сняты, тема Европы, она временно тоже так утратила, скажем так, свою страту. Актуальность, да? Ну, она приелась, она несколько, скажем так, все по кругу ходит, да. Кстати, она приелась, но, тем не менее, проблема-то не решена все же Европа. Ну, это да, это тлеет, это тлеет немножечко, как вулкан, да, вот он чуть-чуть заснул, да, но снова может, естественно, потом еще больше начать извергаться. Но вот пока, действительно, будут внимательно все смотреть на Китай, и китайская статистика будет очень внимательно изучаться, хотя, вообще, китайская статистика — это такая странная вещь, я вообще, честно говоря, не очень понимаю, как ее можно внимательно изучать, анализировать. Действительно, самая большая проблема — это то, что, когда ты смотришь, анализируешь американскую экономику, у тебя есть много и детальной причем статистики по разным секторам и той статистике, которой можно доверять. Да, смотришь китайские данные, то вся китайская ситуация, она во многом является таким black box, черным ящиком, да, в котором непонятно, что происходит. То же самое, что касается финансовой системы, откуда можно ждать негативных сюрпризов, да, в Китае. Есть официальная банковская система, и то, что мы видим в последние несколько лет, это значительный рост так называемой теневой банковской системы в Китае. Соответственно, все, что там, где обычно употребляется слово «теневая», означает, что данных по детальной ситуации вот в этой части очень мало, да, и события здесь могут разворачиваться практически по любому сценарию. Ну, и, кстати, некоторое время назад был такой звоночек со стороны банков, сектора Китая, помните, да, с кризисом ликвидности было связано, с тем же теневым сектором, да. Насколько этот звоночек может перейти все-таки к серьезной проблеме? Ну, то, что происходило на денежном рынке Китая, это был все-таки управляемый процесс Центральным банком Китая, и, в принципе... И в какой-то мере даже провоцируемый. Да, я думаю, абсолютно, да. И, в принципе, в Центральном банке Китая есть все средства для того, чтобы не допускать таких вещей. Даже если это произошло случайно, теперь они точно уже подготовлены к этой ситуации. Но вопрос действительно касается того, насколько агрессивно Центральный банк Китая будет настроен по поводу сворачивания объемов в теневой банковской системы, и насколько это сворачивание, если оно действительно будет происходить, ударит по темпам экономического роста. Даже финансирование, то, которое было, оно же шло куда-то, оно финансировало инвестиции, финансировало какие-то другие расходы, государственные расходы. То есть в конечном итоге это все-таки в цифрах, да, статистики китайские отражалось каким-то образом? Ну, это вот вопрос, да, потому что настолько детальные статистики... Отражалось ли и насколько? Вот изучаешь российскую статистику, да, есть общие цифры, есть детальные цифры. Когда ты начинаешь изучать детальные цифры, ты видишь, что здесь вот что-то не бьется, да, вот такая цифра не очень хорошая. Статистические погрешности есть всякие, да? Да, действительно. Потому что статистика... Ну, я сам 4 года поработал в статистике. Нет, это очевидная вещь, конечно. И всегда ее можно сразу составить. И ты понимаешь, что здесь данные могут быть пересмотрены. Ты понимаешь, что для основной цифры теперь есть риски, что она будет чуть-чуть поменьше или чуть побольше. Именно потому, что в деталях есть расхождение. То же самое есть даже в американской статистике бывает. Там есть данные, которые тебе могут, на первый взгляд, не понравиться. А когда в Китае вот этой детальности нету, у тебя есть только общая цифра, и ты не знаешь, доверять ей, не доверять ей, насколько она отражает действительно. то, что происходит. И очень много идет разговоров. Очень много людей пытаются сопоставлять данные, например, потребление электричества с ВОП, потребление каких-то сырьевых товаров и так далее. Но все это во многом превращается в гадание на кофейный гущий. Да, это самое страшное, наверное, Вероник. Когда мы пытаемся какие-то объективные прогнозы выстроить на кофейный гущий, очень часто... Ну, да, такие типичные трудности перевода. Именно статистического перевода. Да, непонятно. Ну, если, да, с этой точки зрения все-таки продолжить разговор и посмотреть опять на Китай, то Китай — это все-таки кот в мешке такой получается, да, темная лошадка. Невозможно его никаким образом просчитать. Ну, тут, да, тут можно массу всяких сравнений подбирать, таких звонок. Кот в мешке, темная лошадка, жокер такой, в общем-то. Ну, в целом понятно, что Китай — это одна из сильнейших экономик, одна из перспективнейших экономиков мировых, да. Важнейших. Важнейших, да. Важнейших. Поэтому, естественно, самое пристальное внимание на китайские данные. Тут, по сути, анализировать можно только, приезжая туда постоянно, да, разговаривая с компаниями, анализируя отчетность компаний и анализируя ситуацию на месте. Ну, не у всех такая возможность есть. Ну, мало у кого. Мало у кого, конечно. Ну, да, к сожалению. А, насколько я знаю, вот, как минимум, статистика по PMI, да, ежемесячная, она выходит в двух вариантах. Есть официальная статистика китайская, а есть статистика банка HBC. Вот второму варианту можно больше верить, чем первому. Но рынок реагирует на оба, да, то есть... То есть сначала выходит... Рынок считает, что оба этих отчета содержат информацию, которая хотя бы частично соответствует действительности. Ну, а если говорить об объективности, вот, и сравнить две эти цифры, все-таки объективнее какая может быть? Сложно сказать. Сложно сказать. Хорошо. Спасибо огромное. Значит, мы еще раз прервемся. Новости на Финам.фм, потом... Ну, что ж, друзья мои, последняя часть нашего эфира. Сухой остаток на Финам.фм. Мы обсуждаем проблемы российской экономики, ну, и не только ее. Проблемы мы обсуждаем, как всегда. Да, сегодня в студии Вероника Чекина, аналитик фондового центра Инфина, и Максим Орешкин, главный экономист по России ВТБ Капитал. Извините, немножко отвлекусь. Читаю опять я тут новости. Вот такая фраза замечательная, Вероника. В целом, у России... Ну, это, видимо, вчерашний какой-то, да, комментарий. В целом, у российского рынка есть все основания завершить текущую неделю выше уровня 1450 пунктов по индексу ММВБ. Ну, и продолжается снижение. К сожалению, мы видим уже 1410 ММВБ, и вероятность, конечно, что пятничная, да, последняя торговая сессия все-таки вернется на предыдущие уровни. Наверное, все-таки низка. Ну, да ладно. Итак, продолжим разговор. И тема валютного рынка, ну, опять в спектре того, что мы обсуждаем сегодня, российскую действительность тоже наверняка будет нам небезинтересна. Значит, что ждать от рубля в ближайшее время? Пресловутый август, кстати, опять мы об августе сейчас заговорили, потому что в августе Минфин в соответствии со своим обещанием выйдет наверняка на открытый рынок для того, чтобы совершать там какие-то операции. Максим, как это вот здесь? Ну, мое мнение заключается в том, что операции Министерства финансов практически не окажут никакого влияния на валютный курс, потому что цель этих операций — конвертировать тот трансфер, который будет в резервный фонд. А похоже, что по последним бюджетным тенденциям мы увидим трансфер в небольшом объеме, и покупки Минфина здесь будут просто минимальны. Я думаю... Это связано именно с ситуацией в бюджете. Я правильно понимаю? Это связано с первой очередь. Главный момент — это то, что в этом году Россия не получит тех доходов от приватизации, которые были изначально заложены. И выхода здесь было два. Либо увеличить программу заимствований на этот объем, либо сократить трансфер в резервный фонд. Принято решение было пойти по второму пути. Что касается... Ну, нужно понимать, почему вообще август... Почему в августе всегда рвется, да? Момент такой здесь, что сезонность российского платежного баланса такая, что август — это самый тонкий месяц. Почему? Первый момент — это российские туристы. Август — это, конечно, как мы сегодня уже упомянули, пик туристического сезона. И пик спроса на иностранную валюту со стороны российских туристов, выезжающих за границу. Второй момент — это фактически перевод дивидендов иностранным акционерам. В мае-июне у нас прошли годовые собрания всех наших крупнейших компаний и банков. Были объявлены дивиденды. И вот конец июля, август — это тот период, когда эти суммы выплачиваются. А, например, если выплачиваются дивиденды по депозитарным распискам, то банки-операторы иностранные как только получают рубли, а дивиденды платятся в рублях в соответствии с российским законодательством, они в этот же день, ну или через день, автоматически конвертируют эти средства в иностранную валюту и направляют их держателям депозитарных расписок. Эти два фактора, они, конечно же, не позволят рублю, честно, укрепиться в ближайшее время. Они будут его поддавливать. Но, с другой стороны, у нас есть Центральный банк, который на текущих уровнях продает 200 миллионов долларов в день. 200 миллионов долларов в день — это больше 4 миллиардов долларов в месяц. Это очень солидная сумма. Это как раз то, что будет мешать российскому рублю бешеветь. И в итоге у нас рубль на ближайшие пару месяцев, как минимум, оказывается зажатым между двух этих факторов. И по моим оценкам он будет оставаться довольно стабильным. Какое-то изменение серьезное из текущих уровней может произойти, а, если мы увидим какое-то резкое изменение нефтяных котировок, будь то 125 в одну сторону или 90-85 в другую сторону, и б, если Центральный банк пойдет на изменение своей политики на валютном рынке. Например, придание большей гибкости в рамках долгосрочного тренда политики Центрального банка, который есть, если это произойдет, например, в августе, это придет к некоторому ослаблению рубля. Если же это произойдет на фоне, например, роста цен на нефть, это будет способствовать более сильному укреплению рубля. Ну, опять, да, я хотел бы подчеркнуть, насколько я понял, Максим, что все это в таких, в пределах недраматичных, что называется. Нет, все, что я жду летом, что рубль и к доллару, и к евро будет оставаться примерно на текущих значениях. Плюс, там, полтора процента, минус полтора процента. Да, это возможно, но драматичных каких-то движений не будет. Это самое главное. Вероника, ваше мнение тоже интересно. У нас есть звонок, давайте послушаем его, потом, соответственно, вернемся. Владимир, день добрый, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу и за то, что вы представляете возможность общаться с нами, клиентами. Значит, вопрос у меня... Алло. Да-да, мы слушаем вас, Владимир. Если можно, я два вопроса задам. Пожалуйста, пожалуйста. Значит, итак, первый вопрос основной. Значит, вот у нас было в свое время изменена, значит, формы собственности изменены были официально, да? Значит, стали ТОО там в виде ОАО, ООО и так далее. Значит, в частности, вот банки стали акционерными обществами, многие, да? Значит, ну, если они акционерные общества, значит, они обязаны были имитировать акции, а мы, кроме двух банков, это Сбербанк и ВТБ, никаких акций на рынке, акций почему-то не видели до сих пор. Вот это первый вопрос. Почему так? Значит, тогда банки эти не имеют права носить эти статус акционерных общества открытого типа. И второй вопрос, он касается, значит, прибыли. По итогам завершения года, каждой компании, я во многих компаниях наблюдал, значит, прибыль делится на две части. Прибыль, которая идет на выплату дивидендов, и нераспределенная прибыль, которая идет на расширение производства, направляется. Но ведь в целом это прибыль акционеров, так сказать, если не делить на две части. И та часть, которая идет на расширение производства, она как бы увеличивает капитализацию предприятий. Правильно? Значит, а раз она увеличит капитализацию, при том же количестве акционеров, при том же количестве акций, стоимость, номинальная стоимость акций должна быть не 10 рублей, не рубль, не 10 копеек, как в этом самом... Вот, к примеру, ВТБ, они же купили этот самый Банк Москвы, значит, они увеличили капитализацию во сколько-то раз. Значит, должны... А стоимость акций 4 копейки до сих пор. Номинал был даже 10, а стало 4. Это преувеличение основных фондов. Не может этого быть. Это значит, либо воровство какое-то, или какой-то обман посетителей, как говорится. Поясните, пожалуйста, эту ситуацию. То есть, должно быть увеличение номинальной стоимости акций. Обязательно. Спасибо, Владимир. Спасибо вам за вопросы. Вероника, ну, давайте с вас начнем. По поводу акций. По поводу акций, да. Ну, вы немножечко путаете понятия. Так, есть банки, скажем так, публичные, да, которые торгуются... На бирже. На бирже, да. И есть банки, которые не выходят на биржу, то есть не проводят листинг. Вот. По сути, и те, и другие банки, они выпускают, естественно, свои акции. Да, они все акционерные общества. Да, они все акционерные общества, да. То есть, просто вот те банки, которые мы сейчас видим на бирже, это не только Сбербанк и ВТБ, это также Банк Узрождения, Банк Санкт-Петербург, Банк Москвы, Росбанк, Урал, Сиббанк и так далее. Это банки публичные, которые получили листинг на бирже. Были другие банки, но которые по разным причинам с биржи ушли. Так что в данной ситуации я не вижу никакого коллизии или противоречия. Противоречия нет, конечно. И там, и там акционеры общества, то есть эти торгуются на бирже, а эти не торгуются на бирже. И вопрос номер два, Максим. Ну, про второй вопрос я просто отвечу, что нераспределенная прибыль должна приводить к увеличению стоимости акции только в том случае. Ну, на самом деле, стоимость акции это вообще отдельный вопрос. Да, конечно. Вопрос оценки инвесторов и общей рыночной ситуации. Но, скажем так, способствовать увеличению капитализации компаний будет эффективное инвестирование нераспределенной прибыли. Можно приинвестировать деньги так, что они будут создавать дополнительную стоимость для компании. Можно приинвестировать так, что они, по сути, будут снижать стоимость компании. То есть дело в том, что это не просто математика. Вот есть эта цифра, вот эта цифра, эту к этому прибавили и должны получить вот эту. Ключевой вопрос здесь, в сожалению, не так. Совершенно верно. И потом, опять-таки, если мы говорим о капитализации рыночной, то не всегда конкретные факты на эту капитализацию оказывают влияние. Ну, именно посчитали, что у этого акционерного общества есть. Вот это, вот это, вот это, вот это. Значит, он должен стоить столько на рынке. К сожалению, это не так. Еще раз, уважаемый Владимир, мы имеем... Помимо фундаментальных вещей, да, есть еще и оптимизм, или, наоборот, пессимизм. Эмоции есть, эмоции. О которых мы как раз вот сегодня говорили. О, с чего мы и начали. Конечно, ожидания. Абсолютно верно. Ну, то есть вещи нематериальные. Если бы все было так просто, то, наверное, было бы так просто. Если бы было бы просто, заработать бы на бирже было бы невозможно. И так же, как и потерять деньги, потому что цены были бы стабильные, они бы отражали бы математическую форму. Абсолютно верно. А это вот, ну, кто-то, наверняка, я все-таки надеюсь, да, кто-то из участников рынка, из профессионала, говорит, в этом-то есть, может быть, основная интрига, да, рынка. Потому что он живой организм, он не отражение сухих цифр. Хотя, Владимир, еще раз я повторю, вы абсолютно правильно рассуждаете. Но на рынке правят балл все-таки эмоции, ожидания, что-то другое. Сатана. Это другая песня, Вероника. Спасибо вам, гости, уважаемые гости, за вопрос, за ответы на вопрос Владимира. И, Вероника, ваше мнение по поводу перспектив рубля все же, да? Я тоже, да, согласна, что в течение ближайших, по крайней мере, летних месяцев, летних и сентября, никаких резких движений не произойдет. Ну, только хотел еще добавить, что определенное давление на рубль может оказать. Вот 29 июля первый аукцион состоится, новые предоставления ликвидности банкам под нерыдачные активы, да, 500 миллиардов там могут дать. Все-таки такой большой объем, он как-то может все-таки какой-то момент продавить. Ну и потом, что это первый аукцион, да? Ну, это первый аукцион. Важно отметить, что центральный банк так поставил дату первого аукциона, что фактическое перечисление, что на следующий день, 30 июля, на самом деле, пройдет традиционный недельный аукцион репо. И, скорее всего, расчеты по аукциону 29-го числа и аукциону 30-го числа будут совершаться в один и тот же день, 31 июля. И то, что мы ожидаем, что объем недельного репо будет уменьшен практически в том же объеме, который будет выдан на аукционе 29-го числа. То есть это сознательно сделано? Да. Задача центрального банка не накачать дополнительными деньгами систему, а изменить структуру рефинансирования и увеличить ее срочность. Ну вот в нынешней ситуации, когда банки фондируются через репо, все-таки в этом есть какая-то, я бы так сказал, закавыка. Это то, что требовалось очень давно, и жалко, что это не было сделано еще в начале года. Вероник, ну и возвращаясь к перспективам рубля, значит, по поводу участия Минфина в августе, да, Максим уже рассказал, собственно, эти риски, видимо, снимаются. Но, с другой стороны, господин Силанов выступил с этим анонсом этого мероприятия гораздо раньше, назвал он цифру, что, ребят, не переживайте, если что-то и случится, то не больше, чем на 1-2 рубля. Ну, на 1-2 рубля уже случилось. Ну, по сути, да, в общем-то, рубль так уж и слабеет в последнее время. Совершенно верно. Ну, то есть, может быть... Здесь надо просто понимать, что, на самом деле, между словами Антона Германовича и фактическим движением рынка практически не было никакой связи. Рубль двигался так же, как двигались другие развивающиеся валюты. И то, что мы видели по рублю, это были, в первую очередь, внешние факторы, а не какие-то локальные события. То есть, просто опять, да, так звезды легли, да, вот выступил глава Минфина, рубль, и без того он, собственно, да, ослабевал в рамках, действительно, глобальной тенденции, потому что валюты... Ну, то есть, инвесторам надо смотреть, да, и на рынок Форекс, а не только, в общем-то, слушать там и пытаться там как-то депритировать заявления наших представителей Министерства. Совершенно под ноги. Россия часть глобальной экономики, и мир нас влияет очень сильно. Я даже добавлю, может быть, не столько даже инвесторам, потому что инвесторы наверняка смотрят по сторонам, сколько тем, кто информацию на них доводит, потому что очень, очень порой все, да, очень узко. Ну, она обычный, так сказать, россиянин, он верит тому, что написано, естественно. Ну, в общем, да, люди склонны даже при малейшем. Доверять. Хорошо, спасибо огромное, уважаемые слушатели, в эфире «Сухого остатка» Вероника Ичехина, Максим Орешкин, вам спасибо за внимание, всего хорошего, успехов на рынке, до свидания. До свидания.